Сразу скажу, существенную часть того, что надо доброе сказать, я не скажу, потому что вы маленький. Есть довольно много очень красивых теоремов на трогах, до которых мы так и не дойдем. Но то, что для маленьких, мы наоборот пройдем и надеюсь, что вы поймете, что уже это очень интересно. Что? Я хотела сказать уже. Да, нужны эти троги. Давайте. Одна вторая точно была? Одна вторая. Это, я знаю, что такое. Это 0 точка с запятой 2. Дальше. Минус одна вторая. Это что такое? Это минус 1,2. Значит, минус 2020, 876. Ух ты. И это что такое было? 800 каких? 76. Не верю. 76. Там? В числителе из деменатрии были что-то не числитель? 67. 67, по-моему. Да. 867. Да. Так. И будьте добры сказать, что там было за троги. Ох. Так. 4. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Еще что-нибудь есть? Все. На это только качивается, да? Да. Так. Хорошо. Еще вы сохранились какие-нибудь? 7 восьмых. 7 восьмых. 7 восьмых, это что такое? Это 0, 1. Да. И 7, 8. Что здесь? На этом сочетается. Все, то вы перевернули. 0, 1, 7. Да лучше было 7 в девятых. 7 в девятых. Давайте ваши 7 в девятых. 8 в девятых. Что это? 7? 7 в девятых. 7 в девятых. Это было что? Я пасла, это 0, 1, 3, 2. 1, 3, 2? Да. Так. Хорошо. Еще что-нибудь было? Еще было 4 в девятых, которые я тогда не помню, что это было. 4 в девятых просто это 1 третья. Это 0, это точка с запятой 3. Дальше было 8 в пятых. 8 в пятых. Это интересно. Ну, давайте посмотрим. Усл считается. Надо написать единицу, и получится 3 в пятых. То есть 5 в третьих надо записать. Это 1 и 2 в третьих. То есть 3 в вторых. То есть 1 и 2. Давайте паспорт. Дело в том, что мне все равно, все эти числа нужны только как примеры. И давайте мы с ними поработаем. Что я в первую очередь хочу вам сказать. Я в первую очередь хочу вам сказать. В первую очередь, например. 8 в пятых. Не потому что она отличается, а просто потому что она последняя. 8 в пятых. Давайте рассмотрим так называемые подходящие гроби. Что такое подходящие гроби? Это единица. Получается очень просто. Надо зачеркнуть все, кроме вот этого последнего. Дальше. 1, 1. Это что такое? Это просто 2. 1, 1, 1. Это уже стоит написать. Что такое 1, 1, 1. Это три в пятых. Правильно? Это три в пятых. Ну и наконец, все это число вместе. Это 8 в пятых. Ну вот. Когда последовательность написана вот таким образом, то нет ощущения, что это что-то такое хорошее и интересное. А давайте я эти числа сейчас напишу по-другому. Я их напишу в порядке величины. А именно, единица. Двойка, очевидно, больше единицы. Три в вторых расположена между единицей и двойкой. Согласны? А вот теперь очень интересный вопрос. А куда пойдет 8 в пятых? Нет, в три в вторых. Единица перепрыгнула в двойку. Двойка перепрыгнула вот сюда. И 8 в пятых расположена вот здесь. Давайте объясню, почему. Если считать в десятых, то вот это 15 в десятых. На это числительное умножение на 5. А вот это числительное умножение на 16. Так вот 16 больше, чем так? Замечательно. Еще раз. Прыг назад. Прыг. Ну, здесь уже все с нами. Так вот, оказывается, что такое явление не только для этих дробей, а абсолютно всегда. Не зависит от того, что там за числом. Всегда подходящие дроби устроены так, как здесь нарисовано. То есть, сначала мы берем целую часть числа. Вот число наше. Потом получаем приближение сверху, приближение снизу, приближение сверху, приближение снизу и так далее. Все время подходящие дроби лежат то слева, то справа. Отлично. Так вот, давайте это докажем. Давайте это докажем. Как? Да очень быстро. Представьте себе, что у нас написано не вот такое вот выражение, а какое-то... Вот здесь вот не один написано, а 24. Вот здесь вот написано, например, 2. Вот здесь вот написано 6 плюс 1, 21. Вот у нас производится что-то выражение. Здесь могу написать, да, это не важно. Важно, что когда вы отбрасываете вот целиком это, очевидно выражение уменьшается. Понятно почему? Потому что это положительное число какое-то. У нас вот здесь вот разрешен минус, а здесь минусы не разрешены. Это как положительное. Вот поэтому первый раз мы получаем приближение снизу. Вот оно, приближение снизу. Потом мы отбрасываем все это. Но что бывает, когда отбрасываем это? От этого знаменатель уменьшился. А значит дробь увеличилась. Замечательно. После этого отбрасываем не вот это, а чуть меньше. Тогда, смотрите, от того, что мы это отбросили, поняли, да? Вот это вот у нас уменьшилось, а значит это увеличилось. Значит вот это увеличилось, значит это уменьшилось. Вот и все. То есть просто такие совершенно очевидные сооружения. Просто того, что мы, ну, когда есть дробь, когда есть дробь, то от увеличения числителя она уменьшается. Ну и вот и все. Так, поняли эту мысль? Поняли. Следующая вещь такая. А давайте посмотрим, насколько отличаются друг от друга вот эти вот числа. Ну смотрите, какая разница между вот этими числами? Единица. Единица. Какая разница между этими? Одна вторая. А между этими? Одна десятая. Согласны? 16 десятых минус 15 десятых. Оказывается, что это не случайные числа. Дело в том, что единицу можно записать как одна первая. Двойку тоже как две первых. И вот это вот число, это просто произведение вот этих. Понятно? Что это? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Это здесь, когда у нас были вот эти вот числа 1, 1, 1. Ну, там, конечно, была у вас эта фибоначча. Но вообще-то, да нет, совершенно не обязательно. Так, давайте я, давайте я все-таки еще раз объясню, ну, вот это равенство. Значит, единица плюс единица, делить единица плюс единица, один плюс одна вторая. Все ли понимают, что вот это не что иное, как три вторых, да? Да. И вот, вот это вот это две третьих, так? Это две третьих. Вот это вот, это пять третьих, да? Ну, и когда переморачиваем, что-то три пятых с лазером. Так вот, если идти отсюда, это ни в коем случае неподходящий. Вот я сейчас присчитал таким наивным детским методом. Когда вам написали сложные выражения, надо идти изнутри и разбираться. Вот это неподходящие тропы, это не то. Как получаются подходящие тропы? Надо наоборот обводить не снизу, а как? Так, сверху. Вот вам подходящие тропы, один плюс одна первая. Или самая вот первая такая. Понятно? Да. Теперь, на самом деле, надо понять, как бы нам... Дело в том, что я маленькая доска, я не могу их оставить. Как бы нам на будущее записать это, чтобы потом мы... Опа, вот никак не запишешь. Снимают меловые, заменяют их вот на эти неработающие троны. И, кстати, работают негтя. Почему я нервозный? У меня нет доступа. Почему будем ютиться? Почему будем ютиться? Поэтому, какую табличку надо поменять? Это очень просто. Значит, посмотрите. Надо сделать так. Элементы тропить. Давайте я обозначить. А, и, н, эти элементы. Это у нас будет в данном случае единица, единица, единица и двойка. Так, а, и, н, а, четыре вообще не бывает в данном случае. Вот. Дальше. Дальше самое главное. Я распишу числитель и знаменатель. Числитель я буду обозначать п, н, а знаменатель я буду обозначать у, н. Вот так. Итак, здесь один-один, два-один, здесь три-два, здесь восемь-пять. Вот. Это первая табличка, которую мы составили. Понятно, что наша цель для всех представленных на доске тропей такие таблички выписать. Замечательно. Это, к счастью, несложно. То есть у нас будет единственная длинная табличка, это для числа минус две тысячи двадцать семьсот шестьдесят сегментов. А для остальных чисел это очень даже легко. Кстати, смотрите, само число у нас записано вот здесь вот в конце, поэтому даже ничего не надо, ничего не надо. Восемь-пятый здесь записано, видите? Так, хорошо. Принимаемся за число семь девятых. Семь девятых. Оно такой же длины. И, соответственно, табличка будет... Так, давайте я напишу здесь, значит, а-н. Считается, что n, все понимают, n делось сверху, да? Здесь вот у нас а-н, здесь п-н и здесь q-н. Поехали. Поехали. Здесь будет у нас ноль, один, три, два. Ноль первых, это я прекрасно понимаю. Ноль плюс одна первая, это будет одна первая. Замечательно. Вот дальше уже надо считать. Ноль плюс единица делить на один плюс одна третья. Это что будет, как правило? А что дальше делать после? Вот, взяли эту трюк. Что? Фрекочек в юэрне. Один-один. Нет, в смысле, это уже другая часть таблицы. Это другая часть таблицы, для другой дроби. Ты специально делил здесь вот таким заборчиком. Это было для 1-2? Нет, для 7-девятых. Итак, я взял вот это. Ноль плюс один делить на один плюс одна третья. Сколько это будет? Пойти считать? Нет, это да. Есть правило. В числителе и знаменателе умножить, в данном случае, на сколько это умножить? На сколько? На три, конечно. Тогда будет три, а внизу будет? Три четверти получается. Да, три четверти получается. Отлично. Отлично. Ну и теперь, когда вот так вот написать сюда. Смотрите, 3 плюс 1 вторая, это вообще 7 вторых, да? 1 плюс 2 седьмых, это 9 седьмых. Это те самые 7 девятых. То есть мы все правильно написали, не ошиблись. Отлично, вот вторая табличка есть. Вторая табличка есть. Так, я на самом деле, я немножко боюсь, что если я напишу те маленькие таблички, то я не найду потом места для большой. Поэтому давайте сделаем так. Я их напишу и сразу саду. Хорошо? Значит, вот в этом случае все легко вообще. У нас есть ноль, у нас есть один, здесь вот есть н, понимаете, да? И тут подходящие таблики выглядят очень просто. Значит, а, н-ное, это, соответственно, ноль и двойка. П-н-ное и ку-н-ное, это что такое? Вот если вот это убрать, то останется только ноль. Ну, ноль бы записано как ноль первая, да? Какую единую тропу. Вот. А если все взять, то будет одна вторая. Ну, будет вот так. Ну, то есть табличка чрезвычайно маленькая для одной второй. В общем, можно сказать, даже не единственная. Согласны? Нет. Согласны. Хорошо. Значит, я в таком случае стираю одну вторую, стираю вот эти вот числа и прошу кого-нибудь из глаз выйти и написать для минуса одной второй. Будьте добры. Просто для контроля, чтобы понимать, что вы понимаете, о чем здесь вещь. Я думала, что здесь должно быть минус один. Понятно. Чуть-чуть не хватает, но осталось. Давайте я напишу. Вы говорите, что минус один и вы продали. Дальше. А, там два. Вы тоже удастесь. Дальше. А, значит, здесь должно быть... То, что остается, если мысленно убрать все это. Число минус один, записанное в виде дроби в кратчайшем способе отжима. А, это минус одна первая первая. Так. И последнее что такое? Минус одна вторая. Минус одна вторая. Все поняли? Вы не поняли? Совсем плохо. А здесь вы не понимаете, что это. Здесь выписаны все элементы цепной тропики. Поймите, пожалуйста, когда мы пишем вот этот один, делить на и так далее, это у всех цепных тропей одно и то же. А, значит, на это можно не обращать внимания. Вы понимаете, когда вы что-то исследуете, то вам интересны его особые черты. А не то, что у всех одно и то же. Так? А вы не цепной тропики, у меня поняли. То, что мы в таблицу записываем, я не буду... Как что? Вот это вот PN делить на QN, это есть N подходящая цепная тропа. То есть, что такое PN делить на QN? Это запись в несократимом представлении такого выражения. А нулевое, А первое и так далее, А именно. Мы отрезаем все. В результате P нулевое делить на Q нулевое, это просто А нулевое. Ну, А нулевое первых. То есть, кушка, соответственно, единица, а это в числе поля. Вот это вот и четыре. Ну, а дальше, а вся дробь, мы знаем, что это N1 х, пишет N1 х. То есть, на эту таблицу вы согласны? Да, да, да. Вот. Значит, ребята, теперь... Извините. Что? Еще раз, почему вторая большая таблица? Вот это число семь девятых. Оно у нас тоже было. Я уже его стеркнул, но оно у нас было. И его затонная дробь это 0,1,2,3. Я уже говорил, почему там точка запятой это очень важная вещь. Потому что то, что до точки запятой, может быть отрицательным. Целая часть числа может быть отрицательным. А после точки запятой это уже обязательно направленные числа. Вспомнили? Так, могу дальше говорить? Значит, ребят, у нас осталось одно маленькое число. Мы... Вот это маленькое число. Давайте... Не очень понятно, куда писать. Сегодня, считайте, что вы ее все поняли. Вот, оно действительно маленькое, но без проблем. Значит, итак, здесь бывает 0, 0, 1, 2. 0, 1, 2. Здесь бывает а-н-е, здесь п-н-е, здесь у-н-е. Отлично. Так, ну, прошу. Кто-нибудь боится? Давайте. Я? Да? Зашки. Для числа 7-8. А у нас тут получается 0, 1 и 7. Отлично. Так, здесь получается 0, 1. Так, что будет здесь? Здесь будет 1, 1 или... 0, 1. 1, 2, 2. Вроде это не было, да? Нет? Логично. Здесь еще... Здесь самоушло. Да, ибо самоушло. Потому что, если вы берете вторую подходящую игру, вот это была, когда на это не смотрели, вот это была влюбая. Вот это была первая, а это вторая. Это все число. А все число 7-8. Спасибо. Вот, ребята. Сейчас наступает жути и ужас. Потому что здесь надо будет реально решить... Знаете, сколько задачи? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. И если первые там парочки из них очень легкие, то следующее все время все тяжелее и тяжелее и тяжелее понять. Есть ли какая-то закономерность в этих таблицах? Оказывается, мы легко можем заполнить таблицу, если будем знать некоторое замечательное свойство. И это свойство, это и есть такие вот самые-самые основные формулы процентной ретропы. У цивной ретропейки есть и более изысканные свойства. Но то, что я сейчас расскажу, это то, без чего вообще никак нельзя. То, что сегодня на этой лекции будет, это самые-самые основные свойства цивной ретропейки. Так вот, господа, оказывается, вот если вы посмотрите на вот это число 8, оно как-то очень интересно получается через вот эти три числа. И вот это число 5 получается через вот эти вот три числа. Я вас вот так вот подразнил. И число 9 получается через эти числа. И число 7 получается через эти числа. Вот я вас сейчас немножко подразнил. А теперь мы сделаем так. Мы возьмем для начала общий путь. И посмотрим вообще. Вот если взять таблицу не с числами 0, 1, 7. А давайте не побоимся. С числами. Вот прямо так и так будем писать. А нулевое. А первое. А второе. Так, здесь места нет, поэтому... Так бы я, наверное, и до четвертого написал. Но давайте до третьего. Хорошо? И вот сейчас смотрите, что надо сделать. Надо в общем виде заполнить эту таблицу. Ну, хотя бы первый столбец. Кто-нибудь скажет мне, что здесь будет? Что такое нулевая подходящая дробь? Вот у нас была вся дробь такая. А нулевое плюс единица делить на первое плюс единица делить на второе плюс один делить на третье. Мы все-все-все забыли, оставили только А нулевое. Как это записать в виде дроби? А нулевое каких? Первых. Первых, конечно. Когда А нулевое делишь на А нулевое, то получаешь единицу. Это не то, что нам надо. Нам нужно получить А нулевое. Все, первый столбец заполнил. Дальше хуже. Потому что дальше мы с вами должны взять и написать такое выражение. А нулевое плюс единица делить на А первое. Можем ли мы его привести к общему знаменателю? Вообще-то можем. А нулевое – это А нулевое первых. Согласны? А нулевое первых можно так еще и взять. Числитель и знаменатель умножить на А первое. Так. Как складывают обе с одинаковым знаменателем? Согласны? Да. Замечательно. И вот давайте это аккуратно напишем сюда. Так, ребята, пожалуйста, зачертите таблицу. Причем вот эти места вот еще больше, потому что у нас поражение будет все время расти. Так, чтобы все вылезло, чтобы все было хорошо. Итак, А нулевое – А первое плюс один, а в знаменателе – А первое. Вот, сейчас придется нам с вами идти на следующий подвиг. Понятно, в чем состоит следующий подвиг. Надо брать вторую подходящую дробь. Где это? Представьте, я вообще не понимаю. Представляете, стены огромные. Стены огромные. Вот что мешало нормальную доску повесить на ту стенку? Стая стенка. Нет, видно было. Все, вы удивительно. Повернулись, посмотрели. Это сильно лучше, чем мне вот здесь вот мучиться. Нет, это проблема в том, что непрестижно. Они не могут повесить нормальную доску, потому что мы тогда будем, по их представлениям, недостаточно электронные. Если кто-нибудь из вас был на верхмате, то вы могли видеть, что там огромные, большие доски. И поверьте, там, что называется, люди вполне себе разумные. Но они понимают, что надо не выпендриваться. Так, и это все увидели? Это вот это вы впечатление. Сумели? Сумели? Сумели. Приводим к общему знаменателю. Тогда вот это умножится на числитель, прибавится вот это. И получается довольно хитрое выражение. А нулевое, А первое, А второе, плюс А нулевое, плюс А второе. Ну, а знаменатель будет просто. А первое, А второе, плюс А нулевое. Что? Разве не сокращается? Где сокращается? А вот там, где А второе, трое. А первое, А второе, плюс А нулевое. Видите, в чем дело? Сокращается, это если бы единица тоже. Вот если бы целиком числитель, и целиком знаменатель делился на А второе, то сократилось это. Понятно? То есть, я не знаю, как это объяснять. Вот этот переход, он объясняется так. Мы у этой тропи числитель и знаменатель умножаем на А второе. А второе умножить на А второе, это будет единица. А второе умножить на А первое, будет А первое, второе. Понятно? Тебе стало понятнее? Вот, хорошо. Так, ребят, теперь наступает самый тяжелый момент. Он состоит в том, что нужно заполнить вот эти вот две клеточки. Интересно, где мне это считать? А у нас вверху нет? Ну да, давайте сверху идем сюда. Считайте, что все это запомнили, да? Сверху в сантру, и теперь буду считать выражение. Ну, смотрите, чем больше этажей, тем, в общем, надо больше считать. Один делить на А второе плюс одна А третье. Ну, как это считается? Во-первых, надо вот здесь вот. А слушайте, а мы же умные. Вы понимаете, что вот эта штука, это же фактически цепная тропь. Только не 0,1,2, а 1,2,3. А мы же ее считали. То есть нужно все переписать. Единственное, что все вот эти вот номерки сдвинут на единицу до увеличения. Так? Да, и еще больше я вам скажу. У нас всегда будут в знаменателе, а когда единицу делишь на тропь, то надо поменять числитель и знаменатель. Так? Значит, вообще все хорошо. Надо просто вот это будет написать в числитель, а вот это написать в знаменателе. Ну, из минуса преверти на единицу. Все, так и сделаем. А нулевое написал. Дальше пошла тропь. В числителе вот это. А второе, А третье плюс единица. А в знаменателе вот это. Со сдвинутыми номерами. А один, А два, А три плюс А первое плюс А третье. Господа, пожалуйста, проверяйте меня. И я боюсь, что половину не подили ничего. Задавайте вам. Еще раз. Идея такая. Обведенная вот эта вот штука. Обведенная штука. Это вообще концептная тропь, которая не отличается ничем от подходящей тропи вот такой, кроме того, что все номерки сдвинуты на единицу. И поэтому мы так написали. Все понятно? Осталось еще чуть-чуть подумать. Чтобы к общему ненавиду привести, надо знаменатель оставить вот этим. Значит, я сюда уже смело пишу. А первое, А второе, А третье плюс А первое плюс А третье. И теперь дальше, вот это тяжелая вещь, надо А нулевое умножить на вот них и сложить. И еще прибавить вот это, чтобы к общему ненавиду привести. Потому что когда привыкшь к общему ненавиду, фактически здесь надо взять первых и умножить числительные результаты вот на этом. Ну, замечательно. Будет выражение длинное, но ничего не поделаешь. А нулевое, А первое, А второе, А третье. Это произведение вот этих. Плюс А нулевое, А первое, плюс А нулевое, А третье, плюс А второе, А третье. Я сейчас это еще обратно напишу, потому что здесь, конечно, невозможно бы читать. И еще плюс один. И еще плюс один. Так вот, вот, господа, дальше на такой маленькой доске я боюсь считать. И поэтому давайте сделаем следующее. Я просто аккуратно выпишу вот эту последнюю штуку. Что такое П третье? Давайте еще раз. Это А нулевое, А первое, А второе, А третье, плюс А нулевое, А первое, плюс А нулевое, А третье, плюс А второе, А третье, плюс один. Вот она, а теперь формула для У третье, но она полегче. А первое, А второе, А третье, плюс А первое, плюс А третье. Господа, Леонард Тейлер догадался, как будет выглядеть формула в общем случае. На самом деле, возможности для обмышления у него было столько же, сколько у вас. Да, в чем закономерность? Ну, А, Н умножить на П, Н-1, плюс П, Н-2. Ага, вы поняли закономерность, что П, Н-ное, это есть А, Н-ное, умножить на П, Н-1, плюс П, Н-2. Так? Отлично. Есть такая закономерность. А, ну, как она работает? Стоп, 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 я докажу ее, мы еще докажем, не беспокойтесь. На самом деле, премьезь в том, что для КУ та же самая закономерность. Да, 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 вот они, две великих формулы. На самом деле, есть еще пара формул, которые у нас сейчас появятся. И главная из них – это формула Эйлера, которая выражает П, Н-ное через Ашки и Ку, Н-ное тоже через Ашки. И для того, чтобы понять, что же это за формула Эйлера, надо знать, что такое континуанта. Спасибо. Спасибо. Спасибо.